В августе православные отмечают сразу три праздника, называемых в народе Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Сегодня, 14 августа, празднуют первый из них Медовый, который еще называют Маковым и Спасом на воде. Этот день связан со множеством народных поверий и традиций. Подробнее о них узнала Любовь Пермякова. К 14 августа на Руси пчеловоды и бортники собирали мед из переполненных ульев, а в День Спаса его несли в церковь для освящения. Уже освященный мед можно было пробовать и угощать им близких и соседей. Из свежего меда готовили различные лакомства – медовые напитки, пекли пряники, варили квас. И, конечно же, такая традиция была очень основная. Скажем, вот у бортников надо обязательно ребенка накормить, не пожалеть меда ребенку. Считается, что если пожалеешь мед ребенку каким-то детям, то пчелы могут пропасть. Кроме детей очень ждали маковые спасы девушки. В народе считалось, что в этот день прощается любой женский грех. Можно обмыть грехи. Идут крестным ходом на водоемы, на родники, освящают колодцы, чистят старые колодцы, новые освящают. Причем старые колодцы очень тщательно, по крайней мере, раньше так и было. Естественно, моют скот. Это вот такая у них традиция непременная. Ну и купаются сами. И считается, что после этого спаса-то и купаться больше нельзя. А еще 14 августа собирали мак. В этот день он обладал магическими свойствами. Чтобы волосы у красавица крепли, не выпадали и не секлись, на медовый спас в них заплетали засушенные цветы мака и надевали веночки. Также готовили маковейский цветок – букет из мяты, чабреца, календулы мака. Он служил не только как домашний оберег, но и как магнит для привлечения в дом счастья, благополучия и изобилия. На маковый спас наши предки помогали вдомам и сиротам по хозяйству, выметали весь ссор, мыли полы и посуду от грязи, приносили угощения и оказывали материальную поддержку. Кто чем мог. Считалось, что оказанная в этот день помощь обязательно вернется человеку счастьем.